Сын был бы полгодика, понимаете? А я сейчас должна идти, из-за чьей-то халатности и желания выполнять свои обязанности, я должна идти и разбираться в том, что не делал никто ничего. И мы не одни же такие. Смертность продолжается. И сейчас, даже после нашего случая, у них умирают дети. Дочери Татьяны Рубановой через месяц исполнилось бы два года. Новорожденная прожила два дня. Скрытие показало, что на печени малышки была гематома. Женщина сразу обратилась в правоохранительные органы. Татьяна уверена, что в трагической гибели ребенка виноваты врачи. Но пока решений нет. В моем случае именно, они все прекрасно сами врачи понимают, что это именно их врачебная ошибка. Прислали вот с прокуратуры письмо, что необходимо проверить все доводы. И как бы до 22 сентября должны они тоже будут прислать письмо, где будет уже конкретно, наверное, сказано, какие дальше действия. Не в состоянии бороться в одиночку, люди объединились. Коллективно обратились в приемную президента правительства области. Встреча состоялась 17 августа. Рассказав о своих бедах, люди ждали помощи в справедливом разбирательстве. Но результат их не утешил. Результаты, я скажу, практически нулевые. Единственный какой сдвиг был, это вчера мы ездили в Следственный комитет и отдали контакты пострадавших из нашей коллективной жалобы. И только вчера их вызывали. Так в течение месяца была полнейшая тишина. Правительство области Минздраву поручило провести проверку перинатального центра. Специальная комиссия замечаний в работе нашла. Как выяснили специалисты, есть проблемы с анкетированием. С обучением медиков нет возможности присутствовать на родах родственникам. Но насколько это повлияло на смерть младенцев, вопрос остается открытым. В министерстве лишь добавили, что обстоятельства еще выясняют. Проводится независимая экспертиза в Москве. Каждый обратившийся будет иметь доступ, ознакомиться со своими результатами экспертизы по своему случаю. И такая возможность предоставляется, начиная со вторника.